всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и мы плавно с вами переходим возвращаемся к серии resident evil а именно в первой части ремастеру первой части компанию за джилд мы за криса проходили как-то было время вот мы проходили эту часть за криса кому интересно можете посмотреть видосы на канале это все есть и ссылочки оставлю в описании вот ну и пришло время пройти за джилд новая игра проходить будем с вами на сложном как всегда вот так широкоформатная хорошо управление оригинально я ставлю оригинальное вот джойстиками как раз как плехи от какой там первый да наверное да от любой вот так субтитры окей все у нас есть так а насколько сильно вы любите свои игры готов покорить гору возможно но потребует немало усилий готов отправиться в поход хорошие упражнения без особого напряжения не готов прогуляться можно расслабиться и получить удовольствие так мне как-то здесь получается наоборот сделано да вот это вот первое это у нас самое сложное потребуется немало немало усилий вот ну кей давайте начнем с этого утверждено утверждено так закрыться а мы кстати когда прошли нас по-моему открылась вот вот это у криса короче дополнительный костюм хотя фиг знает хотя и хотя я не уверен может он был изначально уже открыт это короче крис из пятой части больше похож на пятую часть но мне больше нравится оригинальный как бы в принципе это самое начало можно сказать до крис и джилл они такие молодые и крис еще не такой раскачаны как допустим в пятой части вот окей джилл у нее есть тоже из пятой части получается да напомню пятой части в такой одежде было вот но мы будем оригинал будем проходить оригинал окей джилл валентайн погнали альфа облетает листой массив расположен на северо-западе раккун-сити поисках вертолета наших товарищей из команды браво которые пропали ходе выполнения задания жестокие убийства недавно произошли в раккун-сити начали появляться странные отчеты о семьях подвергшихся нападению группы состоящий из десяти человек жертвы вероятно были съедены команда браво было отправлено на расследование но мы потеряли с ней связь смотри крис вертолет команды браво был пуст если не считать тело кевина мы продолжили поиски других членов команды и это превратилось ночной кошмар это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Come on! Эй, Брэк! Куда он, черт возьми? Крис, сюда! Проклятие! Бежим к тому особняку! Добро пожаловать в кошмар! Осталось всего три члена команды Старс. Капитан Вескор, Берри и я. Мы не знаем, где Крис. Что это за место? Не совсем обычный дом, это точно. Эй, Вескор, где Крис? Джилл нет. Ты вряд ли захочешь выйти обратно. Но мы должны найти... Что это было? Крис? Джилл, иди и проверь. Я иду с ней. Крис и я многое пережили вместе. Хорошо. Мы идем. Я буду охранять эту зону. Будьте на чеку. в гору. Городы! Д萝lio. Я пойму! Столовая. Итак, друзья. Итак... Вот, в принципе, начало. Да. В принципе, так Надо вспомнить управление, короче Так, это, ну понятно, ходить Ходит она пешочком Изначально, так, это у нас бег Это ничего Это инвентарь Сейчас, погоди, я сейчас с управлением разберусь Потом посмотрим инвентарь Карта, хорошо Так, это целится, окей А, и это целится, и это целится Окей Так, давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре Есть пистолет, короче С 15 патронами Изучить Ну, будем проходить, как обычно, да, изучать, смотреть Так, вот такая вот Что это, берета, да, наверное Старс Автоматический пистолет Старс Используется 9 мм патрона Окей Так, можно приближать, можно отдалять Хорошо Хорошо Так, ножик изучить Ножик, ножик, ножик Прикольный, да, ножик такой Легкий нож среднего размера Личный нож джил для ближнего боя Окей Так, что у нас из файлов? Из файлов особняк Руководство Стар Руководство Стар Это инструкция основы На схеме управления По умолчанию Экран состояния Нажмите Так, так, так На экране состояния Вы можете делать следующие вещи Экипировать оружие Использовать вещи Это понятно Новая карта На экране Ага Бесцветные комнаты Не исследованы Оранжевые комнаты Все предметы получены Зеленые комнаты Все предметы Собраны Красные двери закрыты Белые двери открыты Синие двери уже открыты Уже открыты Были закрыты, теперь открыты Окей Встретите объекты Которые необходимо толкнуть Встаньте лицом Направления Ага Подойдите к объекту Который по пояс Персонажу Затем нажмите Ага Спуститься Ага На экране статуса Выберите желаем оружие Затем выберите команду Экипировать Понятно Это что? Зажмите Атакующую позицию Ага 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 Ну, понятно Это Это все Ерунда С этим мы В принципе Разобрались с вами Так, столовая Тут обракинутый у нас Смотрю Стаканы Возьмите Ленты Лента для Сохранения Лента для Сохранения Инк Рибон Три штуки я взял Три штуки Инк Рибона Я взял Используйте В печатной машинке Хорошо Хорошо Так Здесь по-моему Есть, да Эти сундуки Поэтому нужно будет Так Я сохраниться пока не буду Ага Нам нужно будет В первую очередь Найти какой-то Сундук Чтобы Выложить Ненужное Большой грязный Кувшин Думаю тебе лучше Сглянуть на это Что это? Кровь Джилл Посмотри Может найдешь Ты еще что-нибудь Я пока изучу Будем надеяться Будем надеяться Что это не кровь Криса Не успела Я короче Свою рожу Убрать С заставки Поэтому 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 как-то так Вот Ладно Что мы еще Имеем С вами Здесь Я отвык Я отвык От резидентского Управления Ты прикинь Изображение Двух Рыцарей Атакующих Друг Друга Короткий Меч Пронзил Грудь Одного Рыцаря Тогда как Длинный Меч Пронзил Голову Второго Это по-моему Если Я не ошибаюсь Загадка От этого Часами Она поможет Нам Когда двое Пробегут Друг против друга Путь В вашей судьбе Будет открыт Но пока Это еще рано Пока Это еще рано Так Ну и все В принципе Больше здесь ничего нет Окей Я короче Игра в стиме Была на английском Вот Я нашел Короче Русификатор Но я Почему-то Ну Не нашел Русскую озвучку Я конечно Сильно не искал Но не нашел Нашел только чисто Субтитры Поэтому как-то так Так там щит Видишь Над камином Еще висит щит Который нам нужен Будет потом В дальнейшем Ладно Пошли Главная фишка В резидентах Это 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 Главное Начать Правильно Начать Ну Прохождение Правильно Начать Правильно Сэкономить Патроны Вот И тогда Будет Более-менее Легче В последующем Нахождении Если изначально Все потратить Будет Конечно же Прохождение Сэкономить от него не буду это по нему стрелять я сделаю так чтобы баре короче его можно такую фишку сделать что баре атаковал этого что такое берегись это монстр так и разберусь что это за хрень черт побери я нашла кеннета его убила это существо давай доложим об этом в эскаре так и в эскаре в эскаре доложить это все доложите наложить вот эта штука в принципе я пока брать его не буду я пока его не буду пускал висит на получке это кровь надеюсь это не кровь моих друзей щиты пока брать не буду потому что мне пока он принципе не нужен вот он будет дальнейшем не нужен и сохраняться сохраняться пока тоже не буду сохранимся мы с вами чуть позже свалил здесь по моему если я не не ошибается моя память а здесь зомби чтобы они конкретно умерли короче нужно либо им голову расфигарить либо сжечь по моему так по моему так в эскаре джилл помоги мне найти его не покидаем этот холл хорошая мысль так ну так и отступительное начало но сейчас я здесь придется немножко побегать просто типа сделать вид что я ищу в эскара дверь я эту не буду открывать потому что в оригинале в первой части по моему когда ты приоткрываешь эту дверь на выход оттуда вылазит морда этой гнилой собаки но джилл по-моему или там кого-то играешь на криса обратно ее короче заталкивают эту собаку на улицу здесь же по моему когда ты подкрываешь 2 также выскакивает собака но она забегает сюда вот забегает в этот особняками и при придется с ней воевать придется потратить патроны придется как бы не есть хорошо поэтому я не буду этого делать так насколько я помню здесь в ремастере добавлены еще тяжелый на вид куршит добавлены еще ли как бы линия сюжета она и бы более раскрученная такая более здесь есть моменты есть элементы самой игры да там самого сюжета которого нет в оригинале я помню допустим в оригинале не было вот этого вот места лучше сперва закончить осмотр холла не было вот этого места не было по моему кладбище здесь в первой части не было хижины это я так вот припоминаю да 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 все бы уже проходили в принципе давненько вот и я некоторые моменты подзабыл но что-то я все-таки помню так барея все все обыскал вроде как нет или надо вверх еще бежать уж сперва закончить ага короче надо еще верхняя бежать да получается в двери она не пойдет поэтому я смысла их трогать час нет не прикольно да ремастер сделан прикольно вот эти вот тени атмосфера она сама прикольно и сам лезут двери пляха тихо там чё-то за картина картина маслом большой рамки краска высохла и подрыв потрескалась какие-то люди да там нарисованы гиды так но в принципе я обижал бери и что нибудь жил нет ничего что же тут происходит я не могу понять такие я сначала криса теперь уэскер выбор у нас не богат мы можем поискать их по отдельности я снова исследую столовую ладно я попробую проверить дверь напротив этот огняк просто огромный мы можем легко потеряться давай начнем с первого этажа ладно чуть не забыл вот отмычка ты лучше с ней обращаешься так а получил отмычку окей спасибо может пригодится слушай если что-нибудь случится встретимся в этом холле хорошо ладно так окей а мы взяли отмычку погоди сейчас мы посмотрим она надо добавить добавляется понятно у нас в отдельный в отдельный слот отмычка наш похоже на этот на ножик который там нажат открывашка что этот штопор приспособление для открытия простых замков так ну теперь вот а вот вот теперь 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 вот можно короче и начинать исследование ох какая гроза так давайте посмотрим какие двери открыты какие нет закрыта символ шлема вырезан на замке теперь можно спуститься кстати вот этим воротам посмотреть что что не что это бляха интересно что же стоит стороны двери ну так же как и закрыться я повторить что мне вообще не интересно что-то такое лишь бы выбраться отсюда что там такое лазит вообще вообще не интересно так ладно пошли снизу здесь одна единственно открытая дверь получается портрет висит на стене такое ощущение что он смотрит на вас тоже смотрит на нас это наверно тоже смотрит да будет да тоже смотрит они там что-то другое чё-то ткани портреты фотографии украшают стену ощущение что они могут ожить в любой момент те смотрят на нас эти могут ожить короче она статую чё написано девушка несущая воду насколько я помню там по моему карта хотя фиг знает что-то на карту не похоже нет все-таки это карта а это карта локации особняка первого этажа взять да ну в принципе где я и нахожусь печатная машинка так синие двери это которые открыты уже открыты белые ты которые открыты красные которые закрыты получается дверь которую у меня здесь рядом она закрыта наверху тоже получается все закрыта судя по всему придется короче сейчас здесь посмотреть а потом вернуться возвращаться в столовую баре я просто не помню порядок порядок прохождение жуткое изображение особняка тут ничего полезного так возьмите кинжал да я возьму кинжал а чрезвычайное уклонение использовать оружие самобороны такие элементы как кинжал и позволят вам избежать урона при контакте с врагом тем не менее вы нему сможете бежать когда враг захватывает вас чтобы надеть оружие самообороны перейдите на экран статуса выберите предмет в меню оружие самообороны выберите и нажмите команду надеть если настройка управления стоит ручной режим оружие самообороны самообороны вы должны нажать лб чтобы использовать оружие самообороны а у меня экипирована короче да изучить маленький кинжал да здесь как раз вот она введена фишка короче как вы помните да в ремейках во второй во втором резидент ремейка третье я не играл еще вообще вот но втором такое уже было изначально получается ввели самообороны когда нападает схватывает зомби там ножом либо граната там автоматически можно как бы можно сэкономить жизнь все тебя есть кинжал либо граната либо что-то такое вот при помощи этого кинжал вы можете защитить себя и избежать захват как-то вот так у меня экипирована поэтому окей а точно 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 сейчас как раз блеха мне бы как-нибудь его а нет не пробегу ну все пускай короче так да блеха беги так окей здесь дверь закрыта поэтому мысла нет можно уходить тратиться на этого заваряя не буду я чисто кинжальчик короче потратила все в принципе да все теперь а погодь погодь вот это место по моему открыто точно это кладбище по моему по моему это кладбище тихо лёха какой хочу не такие то а чё не такие прям жесткие то ах ты собака туплюку там жесткие жесткие так жил беги ни хрена себе ни хрена себе сказал я себе чё чё ну пока кровь потекла но он не сдох он не сдох насколько я помню да это кладбище там что лежит закрыто за другой стороны блеха я и не помнил что они такие короче здесь разрушенная надгробие нет ни имени ни надписи я и забыл что они такие здесь жесткие то творите чем не по патронам на 4 патрона блеха так ладно я пока туда не буду ссуваться там полно только дробаша патроны лежат гробница с гравировкой ангела на ней тут есть углубление в форме наконечника стрелы а не значит туда еще рано ладно ну ладно вернемся позже дробаша у меня пока нет поэтому пускай патроны там лежат дробаш когда возьмем тогда может туда вернемся либо попробуем зачистить забрать когда наконечник найдем так ну чё получается теперь в эту столовую тп конечно бляха 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 просто так ну чё я наверно думаю на этом закончим вот просто как бы такая вводная серия можно сказать будет у нас а это крис крис вот то что мы проходили помните да игра пройдена за криса кстати можно было загрузить как то игра пройдена за криса ну ладно так ну буду сохраняться вот так да особняк столовая все окей друзья кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал в контакте подписываемся на инстаграм комментируем делимся с друзьями с вами был валерий всем пока и и и и и и и